Ростовская область Компания Синара «Городские транспортные решения» намерена оживить электротранспорт Приморского города. По оценкам областного Минтранса, чтобы полностью обновить подвижной состав трамвайно-троллейбусного управления Таганрога, провести реконструкцию путевого хозяйства и кабельно-контактных сетей, перейти на электронное взаимодействие и расширить сеть городского электротранспорта требуется больше 8 миллиардов рублей. Компания Синара «Городские транспортные решения» сфокусирована на реализации инвест-проектов по модернизации городского общественного транспорта. В конце прошлого года Синара и Шкода договорились создать совместное предприятие по производству современных комфортабельных трамвайных вагонов. А в этом году заключен первый контракт на поставку подвижного состава в Москву. Донской губернатор, вице-президент компании подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве. Ростовская область стала пилотным регионом для деятельности Синара «Городские транспортные решения». Это касается модернизации трамвайного и троллейбусного обслуживания. Пилотным городом выбран Таганрог. «Это новые трамваи, отвечающие современным экологическим требованиям, низкопольным и удобным для пассажиров. Это новые троллейбусы или электробусы, которые будут решены уже в процессе окончательного технического задания, которое будет формироваться вместе с областью и пилотным городом. Мы считаем, что пилотным городом должен быть город Таганрог, который является вторым городом в Ростовской области и одним из важных центров трамвайно-троллейбусного движения». Для реализации проекта нужен федеральный грант. Подготовительная работа уже идет около двух месяцев, рассказал Дмитрий Пумпянский. И при оперативном решении вопросов со стороны всех ветвей власти консессионер сможет начать работать в конце 2021 года. Таганрог, во-первых, это такой культурный центр. Нам предстоит работать не только в этом направлении. Мы над этим начали работу и в ближайшее время проинформируем таганрогцев, куда мы будем двигаться. При этом будем это делать с их участием. Но транспортная составляющая – это кровеносные сосуды жизни города и территории в целом. Взаимодействие предполагает возможность использовать механизмы лизинга, концессии и государственно-частного партнерства. Самое главное, что опробирование в этой сфере принципа частного государственного партнерства. В целом в стране и в Ростовской области тоже этот инструмент пока используется слабо, а он тем не менее позволяет решать какие-то государственные задачи с привлечением меньшего объема бюджетных средств. То есть, условно говоря, государство может решить пять задач самостоятельно, но привлекая частных инвесторов в эту сферу, оно также сохраняет объемы финансирования в этой сфере, но уже решает не пять, а десять задач. Договоренности с Синарой помогут комплексному развитию инфраструктуры и подвижного состава электротранспорта Таганрога. Трамвай – социально значимый транспорт, им пользуется около третье население. Трамвай – это то, на что сейчас нацелен, собственно говоря, федеральный тренд. То есть, трамвай после метро обладает самой большой возимостью, тем более у Таганрога есть очень хороший потенциал, потому что по большей части трамвайные линии сохранены. Да, они, конечно же, могут быть сейчас в достаточно печальном состоянии, если можно так сказать, но в большинстве своем он является внеуличным транспортом, он идет вне дорожной сети, и поэтому, приведя в нормативное состояние трамвайные пути, поменяв подвижной состав, можно добиться принципиально иного уровня комфорта и скорости перемещения по городу. Если проект будет удачным, его растиражируют на всю Ростовскую область. Первый на юге страны испытательный лабораторный комплекс по сертификации машин и оборудования создадут в Ростове. Соглашение об этом губернатор подписал с гендиректором компании «Проммаштест». В этом году слоган нашей экспозиции «Ростовская область. Растим транспортные проекты». Для развития одной из ключевых отраслей экономики в регионе действительно созданы все условия. Внушительный пакет подписанных инвестсоглашений – яркий тому пример. Полтора миллиарда рублей вклад компании «Каргилл» – российской дочки крупнейшего американского производителя и поставщика продуктов и услуг в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. В 2004-м в Ростовском порту купили зерновой терминал. Пришло время его обновить. Динамика экспорта в регионе в последние годы очевидна. Мы входим в десятку регионов и по динамике, и по объему экспорта. Ну и, конечно, это связано с возможностью наших селян реализовывать свою продукцию. Данная реконструкция позволит практически удвоить мощности данного терминала и довести общий объем перевалов и груза до миллиона тонн в год. И дальше мы, естественно, видим потенциальную возможность дальнейшего развития. Проект «Каргилл» нацелен на рост продовольственного донского экспорта. В нашем регионе сейчас реализуются семь портовых проектов с общим объемом инвестиций около 12 миллиардов рублей. Это тоже особенность этого года, что губернатор подписывал соглашение только с отраслевыми лидерами. Вот смотрите, «Каргилл» – это компания, один из лидеров пищевой индустрии в мире. Семейство «Каргилл» и «Макмилломан» постоянно входит в тройку богатейших семей Америки. Они в Россию инвестировали на сегодняшний день больше миллиарда долларов. Компания «Проммаштест» при поддержке областного правительства создаст в Ростове крупнейшую лабораторию по испытанию сертификации машины и оборудования в соответствии с требованиями Таможенного союза. Инвестиции в проект – 150 миллионов рублей. Основной центр компании сейчас в Подмосковье. Это самый современный испытательный центр в России, который работает в области сертификации и подтверждения соответствия. Значит, вот с всем своим накопленным опытом, потому что мы являемся, ну и в данный момент, например, проводим более 50% всех испытаний в части сертификации российского рынка, производителей импортеров автокомпонентов, машин сельского промышленного, машиностроения. Так вот, мы со всем этим опытом хотим прийти к нашим замечательным производителям Ростовской области. Компания уже заключила договор аренды на земельный участок и здание в железнодорожном районе Ростова. На площадке ведутся ремонтные и отделочные работы. В декабре планируется установка оборудования, а в апреле 2021 года – запуск испытательной лаборатории. Еще одно соглашение губернатор подписал с Теле-2. Компания построит на Дону два дополнительных центра обработки данных. В Ростовской области у нас находится биллинг на всю Россию, у нас находится самый наш первый контактный центр по общению с клиентами. И поэтому, собственно, если там все сосредоточение, очень большое сосредоточение IT-мощностей, соответственно, там, собственно, туда пал выбор дальше расширяться. Центры обработки данных важны для технологического развития региона, цифровизации сервисов и процессов, повышения доступности телеком-услуг для населения и созданию IT-инфраструктуры для умного города, промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Все это в тренде сегодняшнего времени. И одна из национальных целей, обозначенных президентом нашей страны, это как раз развитие цифровых технологий. Уже в текущем году в регионе должны заработать такие подразделения, как центр управления регионом. Это дает возможность абсолютно постоянного, полного и короткого такого контакта с жителями региона в учетах обращений по самым разным вопросам жизни. Питерская компания «Юникосметик» в станице Грушевской возведет логистический комплекс. Мы рассматривали другие регионы с точки зрения южного региона, это Краснодарский край или Ростовская область. Ростовская область, она мало того, что логистически нам оказалась удобнее, но и подход к общению с инвесторами оказался значительно более эффективным. И мы это увидели именно в общении, ведем мы его где-то около года. Новый складской комплекс поможет дистрибьюторам развивать бренд «Эстель» в России и на ближайших зарубежных рынках стран, которые граничат с Россией на юге, отметил глава компании. Вице-премьер Марат Хуснулин поддержал проект Ростовского транспортного кольца, пообещав в ближайшее время побывать в нашем регионе. Ростовская кольцевая автодорога – один из ключевых драйверов развития ростовской агломерации. Этот проект с особым мультипликативным эффектом, подчеркивают эксперты. Формирование транспортного кольца вокруг Ростова началось больше 10 лет назад со строительства первых двух очередей северного обхода. Сейчас строятся его новые участки. Общая протяженность будущего кольца – 110 километров, а стоимость не менее 156 миллиардов рублей. Важнейшая часть – дорожный обход «Аксая» с инвестициями свыше 100 миллиардов рублей. Третий этап строительства завершат с опережением графика. Проект 1024-1036 будет реализован на год раньше срока. Мы планируем его сдать в конце этого года. И проект 1072-1091 планируем также сдать практически на год раньше срока в следующем году. Обход «Аксая» станет первым российским автобаном, спроектированным по немецким нормам, но с учетом российской нормативной базы. Проект – один из самых технологичных в отрасли. Впервые применяются новые методики контроля качества и приемки дорожной одежды – элементы зеленой энергетики для освещения трассы. Те стандарты, которые задает государственная компания, заказчик нашей государственной компании «Автодор», они, я хочу сказать, очень современные. И, конечно, наши дороги уже и наши автобаны можно смело сравнивать со всеми европейскими, с лучшими европейскими образцами. Мы будем смотреть, какие покрытия более эффективны для того, чтобы в будущем применять это уже планово на других участках трасс федеральных. Транспортные отрасли – приоритетное внимание государства даже в непростом пандемийном году. Финансирование ключевых проектов не уменьшилось. Особый акцент в экспозиции нашего региона сделан на работе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на приведение дорог к нормативу выделено 8,5 миллиардов рублей. За счет этих средств будет выполнена работа на 200 участках автомобильных дорог. 110 из них – это участки регионального значения, то есть дороги регионального значения. И 90 участков – это дороги, которые находятся в муниципалитетах, то есть так называемые муниципальные дороги. На сегодняшний день на 90% объектов работы уже завершены, на остальных близится к завершению. Ростовская область презентовала проекты отраслевых лидеров и подписала соглашения, определяющие будущее транспортного комплекса региона. Вот все проекты, соглашения, по которым сегодня подписал губернатор, эти проекты носят характер экспансии. Мы расширяемся. Мы расширяемся не только за счет внутреннего ресурса. Это нам дает возможность совершать вот такие скачки вверх в экономике, выходить на решения каких-то сверхамбициозных задач. Все подписанные договоры обновят транспортные и логистические мощности Ростовской области. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова